Всем привет! Это мастерская Armory Smith и канал World of Armor. Здесь делаются доспехи, здесь я делаю различные доспехи в фэнтези формате, в историческом формате. И все это приправляю или историческими фактами, или музыкой, которую иногда и даже играю сам. В общем, это видео, ответы на вопросы, которые вы часто задаете. И, в принципе, я даже сделал отдельный пост, в котором вы эти вопросы дополнительно поназадавали. Расскажи, как ты дошел до жизни такой? В смысле, с чего начал? Если не с доспехов, то как и почему решил делать? С самого детства я увлекался историческими фильмами, книгами и компьютерными играми. И меня очень затягивали такие вселенные, которые или по истории сделаны, или которые выглядят как околосредневековая тематика. Наверное, в каждом дворе, наверное, у всех такое было, в один период все пацаны двора начинают махаться на мечах. Вот у нас был пустырь, у нас был дом и такой заброшенный пустырь, там где какие-то, в общем, песок был насыпанный, глиняные такие холмы. И был сериал, господи, про бессмертных этих, там где надо было бошку срубить, чтобы человека, ну этого бессмертного убить, мечами такими, огромными мечами. Короче, эта хрень выкосила всех, в смысле не выкосила, а подсадила на эту тему. И все аж бегали с досками, дубасились, и там был Конан Варвар, не, не Конан Варвар. Дункан Маклауд, короче, был Дункан Маклауд. И, понятное дело, что рубили головы друг другу там направо и налево, и кто там были за плохих, кто были за хороших. Вот был такой маленький период, который я на самом деле уже и забыл, это сейчас только вспомнил. Я тогда даже, кстати, не... Тогда я про талкинистов ничего не знал, что есть такие люди, которые прямо серьезно угорают в этой теме. Ну мы так немного подубасились, да и закинули. В общем, потом опять, ну, в футбол надо же как бы играть, там, в квадрат играть, это же нормально, нормальнее, чем бегать с досками, рубить головы. Но что-то вот оно во мне осталось немного, и я как-то даже специально начал... А, нет, я случайно увидел, случайно тогда, мне лет было, не знаю, 10 или 12, увидел талкинистов... Нет, ребят, которые занимаются историческим фехтованием на Андреевском спуске в Киеве. Там такая, как бы, старый Киев, и в одной нише, там, в общем, здания так стоят, и там рыцари дрались. И они прямо в доспехах, там, прям настоящих, вот это, потом железяками друг друга били. Я там так вот это, с такими глазами стоял, смотрел, ну, не понимал, что оно, зачем оно, но мне это так нравилось тогда. Тогда я увидел их первый раз, я даже не думал, что таким можно заниматься. Потом, как-то я в дальнейшем еще случайно увидел на Лысой горе талкинистов, они там ходили, понтовались. Кто-то был просто с деревянным мечом, кто-то был прямо в доспехе полном. По тем временам это, конечно, оказалось прям такое божественное, все такое, все крутое, такое, все волшебное. Ну, я же малой был. Вот оно у меня так хорошенько цепануло, и я решил, что мне надо сделать доспех. Начал я с рукавицы. У меня были какие-то жестянки, мне было лет 12 или 13. У меня были плоскогубцы, обычный молоток столярный какой-то, что-то еще вроде было, ножницы, наверное, были, чтобы металл резать. И все! Чтобы сделать рукавицу, мне нужна была яма. Ну, вот вы сейчас видите, что я работаю в основном на железных ямках различной формы, но тогда у меня такого не было, и я просто выколупал кусок паркета, чтобы получилась яма, в которой можно долбить молотком, и железака изгибается, и тогда можно сделать форму. В общем, я это все сделал. Паркету, конечно, немножечко жопа настала. Но я ее сделал, у меня там была такая поролонка, я мог влезть туда и двигать рукой. Она, конечно, страшнющая была, тут куча острых краев была, но это была рукавица, в которую было страшно удариться, но она защищала. Слава Богу, я никому ее не пырнул, не поцарапал никому лицо этой штукой. И я себе сделал эту рукавицу, сделал меч и сделал щит, такой маленький, кругленький. И вот это ходил во двор, там пытался найти себе таких же поехавших ребят, чтобы заниматься тем же. Но это все для меня воспринималось как, ну просто, ну в детстве, в детстве, кстати, не воспринимается это как хобби. Это воспринимается как самая главная цель в жизни, развлечение. То есть поиграть на компе, посмотреть какие-то интересные киношки, почитать книжки, подурагонить там с мечами подраться. Это типа самое прикольное, чтобы я в детстве. И самое неприкольное, ходить в школу и учиться. То есть два черные и белые. И на фоне этого я постепенно вступил в клуб. Ну, сначала я, в общем, я знал, что толкинисты ходят на Лысую гору. Чтобы пойти на Лысую гору в Киеве, нужно приехать на метро Выдубичи. И я знал, что они же там ходят, эти толкинисты волшебные. Я туда просто вот от фонаря приехал на эту станцию. И ждал, когда следующие люди приедут с этими щитами и мечами и пойдут. И я к ним познакомлюсь и с ними буду ходить, в общем, туда же. Короче, так я вот прицепился к ребятам одним. Это назывались они тогда команда Венгрия. И капитаном был некий Генрих. Не знаю, занимается он этим движухой или нет сейчас. Ну, это все было, выглядело очень стрёмно. Это потлатые пацаны в берцах, в джинсах, в какой-то рубахе типа средневековой с деревянным мечом, щитом. А если у него там еще кольчуга есть, то это просто богиня этого всего. И это самый крутой перец на поляне, в общем. Ну, я там пытался этим заниматься. Мы там ходили на тренировки на Лысую гору. Мы там отрабатывали копейные удары, там блоки мечом. Вот так, вот так, вот так и вот так. Наверное, все знают эти четыре блока и как защищаться от колющего. И там же это все так серьезно было. Там взрослые эти пацаны-мужики, там малые ходят. И все такие, оба, оба, оба. Там все эти, отработка удара. Раз, два. Ну, это, наверное, прикольно, когда ты малой. Если тебе уже лет 30, то заниматься на таком уровне, наверное, ну, типа не очень хорошо. Надо, не факт, что бросать это дело, но если уже заниматься, продолжать, то надо выходить на какой-то уровень действительно серьезный. Ну, где-то так, как оно сейчас выглядит у нас в USB. Короче, как-то я занимался, мне время шло год за годом. Занимался в этой команде, потом как-то с нее ушел. Начал заниматься в студии театрального фехтования вроде бы. Там тоже были тренировки какие-то. Но там уже было больше... Туда иногда приходили люди, которые дрались на стали. Вот, если толкинисты дрались на таких легких мечиках, ну, вот им не больно, бам-бам, ничего страшного. Только это были деревянные вообще. То там приходили люди, приходили пацаны, которые вот такой сталюкой, прямо вот так вот со всей силы, прямо в лицо, вот так вот, бах-бах. То есть, ну, просто тоже такое невозможное что-то уделывали. Которые выигрывали турниры где-то там в Харькове. Иногда приходили, они такие там, резинка висела. И он такой приходит такой, на меня так, малой, понятно. И такой начинает тренироваться, где-то полчаса такой, берет и двоечку, двоечку. Короче, двоечку. Ну, вот так вот, раз-два, раз-два, вот так вот, быстро-быстро. Я же такой, ого, это так надо тренироваться. Тоже так фанатично упоролся, содрал себе все руки в кровь. Ну, сначала появляются волдыри на руке. Но я же под воздействием этого юношеского максимализма. И по барабану, дальше, дальше вот эту двоечку, я же посмотрел, как взрослые дядьки это делают. Короче, под волдырями появляются следующие волдыри уже кровавые. Потом они рвутся, потом они... В общем, руки были раздолбанные нафиг. Я очень фанатично к этому делу относился тогда. Вот это тоже там тренировал, типа, я буду великим воином, героем, буду побеждать на турнирах. И, короче, все девки будут мои. Правда, всем девкам было на это пофиг. Когда есть определенные проблемы, человек интуитивно пытается от них уйти. И в данном случае какая-то разрядка нужна. И в этом случае выступала именно эта движуха. На самом деле, мне это движение очень сильно помогло. Но это ключевой этап жизни, который влияет на судьбу человека. Таким моментом, который или ты вот так, или ты вот так вот живешь. И как-то вот я постепенно попал в клуб «Глубинный страж». Вот это тоже самое главное, что получилось в жизни. И в этом клубе однажды Андрей Яковенко предложил мне... Давай там, предсказал, там в мастерской нужные ребята, чтобы доспехи делать. Не хочешь доспехи делать? Я такой, я же ничего не умею. Я тогда еще школьником был. Он такой, ну там делать, ну не уметь ничего не надо. Там все тебе расскажут, научат, круче забей. Я такой, ну ладно, давайте, там пришел. Делали мы там. А, я сначала, я там что-то делал такое смешное. Типа там заклепки нарубить. Там заклепка длинная, чтобы они были короткие. Ну, какую-то пользу делать. Пообкусывать заклепки или ремешки нарезать. Такое совершенно примитивное. Потом я начал что-то там колотить то ли плечи, то ли локти. Да, учитывая, что я был малой, а коллектив плюс-минус, ну там мужики повзрослее были, то для меня, конечно, любое одобрение от взрослых, это было прямо что-то такое, за что я готов был просто там уработаться, сделать что угодно, лишь бы там сказали, во, молочиночка. Вот. Еще там немножечко денег можно было даже заработать. Так что, да, я тогда попал. Ну, мастерская там была такая, гараж, совсем маленький гаражик. Ну, все равно, все равно что-то можно было делать, научиться делать. Ну и постепенно я начал там как-то вот больше делать железяк. Так, ковать там больше, потом Шериман начал пробовать делать. Но я всегда считал, что это все такое временное. По приколу, типа делают доспехи, а на самом деле я буду музыкантом. Это тоже еще одна фанатичная идея, которую я себе вбил в голову, и не факт, что она была правильная. Потому что этим нужно заниматься пораньше. Если вы хотите быть музыкантом, вы должны заниматься, не знаю, лет с десяти, наверное. Или хотя бы у вас должны быть врожденные, хорошие слуховые данные и вокальные, желательно. Чтобы можно было эффективно работать и зарабатывать деньги этим ремеслом. Меня подстегнуло то, что все говорили, ну, мои знакомые, во дворах как минимум, что, о, ты типа играешь две недели, а уже, блин, аккорды можешь переставлять, ничего себе. О, ты играешь уже месяц, а ты уже баре берешь, я полгода играю, я баре не могу взять. А я такой подумал, что, наверное, у меня такой дикий талант, у меня, что я теперь, если я так всех обгоняю, это означает, что я, короче, самородок на самом-то деле. Об этом просто никто не знает. И я сейчас как научусь, и как я начну вот это шпарить на гитаре, и все, в общем, я буду теперь музыкантом. А, да, еще там моментик был, что как-то я наткнулся на чувака, который в переходе играл. И он говорит, типа, можешь пооскать, если никто не знает, в переходах музыкант, например, играет, а кто-нибудь ходит и просит деньги, ну, потому что так обычно больше можно срубить денежек. А мне тогда деньги нужны были. И я такой, ну, ладно, ну, согласился ему помочь. Трудный момент, когда ты должен просто к незнакомым людям подходить, типа, здравствуйте, ну, можете помочь просто вот деньгами музыкантам нам. Было так очень трудно себе перебороть эту фигню. Я еще очень застенчивый, на самом деле, был в детстве. И в какой-то мере это даже, возможно, мне немного помогло раскрепоститься. Короче, ты выучиваешь пару аккордов, идешь в этот, в переход, и можно уже рубить бабло. Какие-то деньги там собирать, зарабатывать, иногда больше, иногда меньше. И я такой, блин, я, типа, вот играю на гитаре, вот это можно уже зарабатывать. Все, я буду музыкантом. Вот это я себе придумал это, мне было лет 16 тогда. И я вот решил, что я буду играть на гитаре. И прямо вот каждый день я приходил со школы и вцеплялся в нее, в эту гитару, и дрючил ее прямо до самого 10 вечера, пока можно было, пока никто не начинал уже орать. И себе поставил за цель, что я ни одного дня с этого момента, я решил, что я буду музыкантом. Я ни одного дня не пропущу, чтобы я не играл на гитаре. Но у меня нет музыкального образования. И без этого, если у тебя еще нет хорошо развитого слуха, ты не сможешь ничего делать по музыке, в принципе, ну эффективно, на должном уровне, чтобы иметь возможность зарабатывать. А что это означает? Что бы ты мог, надо тебе на свадьбе сыграть определенные песни. Ты легко и быстро их выучиваешь и играешь. Нужно тебе поехать на пароходе на полгода с определенным репертуаром. Ты его быстро выучиваешь и играешь. Не должно быть такого, а я не знаю мурку, или я не хочу ее играть. Нет, ты должен ее сыграть, эту мурку, даже если тебе не нравится, но сыграть ее на таком вкусном уровне, именно вот это... Гоп-стоп, мы подошли из-за угла, сколько я зарезал, сколько перерезал. А что ты мочишь? Интеллигентные люди смотрят, это же Ютуб. Извините. В общем, нужно вкусно и правильно это все подать. Уметь. А нужно сыграть классику, значит, нужно сразу же раз и классику сыграть. Короче, это отдельное ремесло, которое требует определенного навыка. И потом я это понял, лет через 6-7. Но я очень это старался, и я думаю, что это не зря потраченное время в любом случае. Но пришел момент, мне было сколько-то лет. Сколько-то? 23, может быть, или 20. А, я женился. Вот. И в этот момент нужно было мне принимать решение, как я буду зарабатывать. И тогда я понял, я сейчас уже зарабатываю железяками. А музыкой я на тот момент не зарабатывал, поэтому тут как бы все логично. Но я хорошо понимал, что я хоть и делаю какие-то железяки, но у меня не получается сделать так, как вот видишь, как делают мастера. В чем разница, например? То есть я разницу чувствую, вижу, но я не могу разобраться в чем, вот в всех этих тонкостях и нюансах. И как это сделать, не знаю. Я понимал, что вот там, где я это делаю сейчас, эти доспехи, я выше уже не вырасту. Вот то, что я смог освоить, то, что я смог там взять, только так я и смогу дальше делать. И я попросился поработать в кузнице у Олега Николаевича, в кузнице Сводар. Вот Олег Николаевич ножи делает в кузнице. Для того, чтобы немножечко расширить кругозор работы с материалом, с металлом. Мне повезло, Олег Николаевич согласился, я там немного поработал, освоил некоторые другие навыки работам с материалом, ну с металлом. И после этого начал работать сам. Да, из-за того, что не было возможности достойно заработать этим делом, два выбора, или бросать это все, и что-то искать, другую работу какую-то. А я выучился на, типа выучился на воспитателя в школьном, в дошкольном заведении, ну в общем я воспитатель, или музычный керевник, что-то такое. Да, у меня было два выбора. Или я эту всю фигню железную бросаю, чем-то занимаюсь другим, и то, чего я не умею в принципе сейчас, то есть что-то я делаю другое. Или я пытаюсь работать как-то сам, что ли, чтобы заработать. То есть основной все-таки причиной, это был банально заработок денег. Вот, необходимость заработать на жизнь. И я прекрасно понимал, что оно мне может хоть как угодно нравиться, и я от этого тащусь, но если я этим не зарабатываю, то оно, ну мне не надо. Задумался я над тем, что буду делать мастерскую. Мне помог тесть, он построил такой... То есть наоборот, я помог тестью, да, тесть мне помог, я помогал тестью строить мастерскую первую, там маленькое помещение, 8 на... нет, 4 на 6 кажется. И отец дал мне определенную сумму денег, на которую я смог купить стартовый, минимальный набор инструментов, чтобы хоть что-то можно было делать. У меня тогда, для меня это тогда было что? Одна болгарка, вот эта макита маленькая, удобненькая, сейчас до сих пор я не пользуюсь, значит маленькая болгарка, сварочник, тиски кузнечные, именно кузнечные, дрель, дерево для того, чтобы сделать там какие-то станины, всякую фигню, прутки, чтобы сделать клещи для того, чтобы держать, кусок рельсы, чтобы я сделал маленькую наковальню. О, мне повезло, что мне наковальню я купил, мне повезло, Андрей Зубрицкий продал мне наковальню, 100-килограммовую, по-моему, за 1000 гривен. Ну, короче, очень недорого, за что огромное спасибо. Ну и по мелочи, там какие-то плоскорупцы, пару... А, значит, большую кувалду, среднюю кувалду и пару молотков, я наш... А, да, пару маленьких молотков и маленькие тиски. Было тяжко, то есть, чтобы что-то сделать, нужно было сделать эту штуку, чтобы этой штукой сделать вот эту штуку, чтобы уже сделать то, что нужно сделать. Тяжело было начинать, но вот с тех пор как-то я вот вот так начинаю, начинаю, начинаю и продолжаю начинать. В общем, начал я работать в мастерской. Сначала в маленькой, а сейчас вот в мастерской побольше. Как я учился? Вот. И тут нужно так ответить очень, наверное, развернуто, потому что, ну, переставать учиться никогда нельзя, это первый момент, что нужно понимать сразу. Не важно, кем бы ты ни был, ты должен совершенствоваться все время, потому что так интереснее жить. Ну, я по-другому себе не представляю, как это вообще заниматься каким-то делом и совершенно не интересоваться им, не развиваться в нем. Просто сидеть на одном месте, это просто болото какое-то. И искать эту информацию какую-либо, которой, в принципе, нет, по моему ремеслу, его нигде не было. У меня, кстати, тогда, в те времена, у меня даже не было компьютера. Не, компьютер был, был ноутбук. Но не было интернета. И было очень тяжело, кстати, без интернета, потому что в интернете есть много-много информации. Основные вот такие толчки, которые помогли мне в профессиональном плане, дали видео Эрика Дюбе, это канадский мастер, который и сейчас делает доспехи, у него есть YouTube-канал, ссылка будет в описании. И где-то кто-то притащил в наш клуб, вот я занимался в клубе, и у нас там компьютер был, ну, есть клуб «Глубинный страж», там, где мы занимались этим всем толкинистом, толкинизмом и историческим фехтованием. И там был компьютер, и на него ребята стаскивали кто-то фотографии с музеев, кто притаскивал какие-то там книжки про рыцарей, и там были прорисовки или гравюры какие-то. И кто-то притащил эти видео, где Эрик Дюбе делает, короче, вот такой локоть, вот как я на видео недавно делал, там такой локоть у него изогнутый. И он его грел на горячо, то есть для меня тогда было, что нихрена себе, офигеть, это такая форма, вот так вот, на раз-раз, блин, и он его вот так, оно такое красивенное, там, просто отрыв башки, там мы этот ролик пересматривали до дыр. Даже если, ребята, те, кто не делал доспехи... А, кстати, у нас было так в клубе, что, в принципе, ну, ты нигде купить доспех не можешь, тебе придется делать его самому. Поэтому все немножечко клепали, кто-то там, у кого-то успешнее получалось сделать доспех, у кого-то менее успешно. Но это, кстати, прикольная тема. Ты подросток, приходишь, занимаешься каким-то интересным делом, в любом случае начинаешь работать руками. Плюс, когда вы едете на игру, ну, есть субординация определенная. Есть старшие, есть там младшие. Если ты малой, тебе сказали, иди набери дров. Если ты не наберешь, получишь втык. То есть, есть какая-то ответственность. Ты понимаешь, что ты в коллективе, а тебя чего-то ждут. За тебя, как бы, отвечают даже. То есть, за тебя могут, там, заступиться, если ты до кого-то доколупался. Или наоборот, наверное. В общем, это классный опыт, который, наверное, нужен всем подросткам. Ну, в том или ином виде. Это не значит, что надо сейчас бежать в лес и драться на деревянных мячах. У каждого в жизни, наверное, есть такой переходной этап. И вот у меня он проходил именно в этой тусовке. Мы делали доспехи в клубе, и мы видели видео Эрика Дюбе, который делал там страшно крутые доспехи. Прямо он был король королей доспехов. Да. А, вот, еще в мастерскую. Изначально я купил еще газовый баллон, и кислородный баллон, и резак. Потому что нужно же на горячок вот это все делать. Такой мини-набор. Так, еще раз. Мини-набор для начинания делания доспехов. Это болгарка-дрель-сварочник. Это кузнечные тиски-наковальня. И желательно еще рог длинный. Вот для доспехов важен просто отдельная приспособа с рогом таким, чтобы можно было надеть что-то и простукать. Вам нужен нагрев, то есть кислородный баллон, пропановый баллон. Ну, еще, наверное, надо купить прутков различных. Потолще, поменьше, чтобы делать приспособки. Всякие подшипники вот такие большие бывают. Шарики побольше, поменьше. Тоже их купить. Они всегда пригодятся, чтобы сделать какие-то формы. А, и яма у меня была. Яму я сделал железную. Это у меня труба. Железная большая труба, в которую я внутрь бью, и я получаю, в общем, форму выбиваю. Выпуклость делаю. Вот это минимальный набор, который нужен. И вот Эрик Дюбе у меня прямо тут отложился в голове. Я потом его нашел в интернете. Зашел его там, все его видяшки. Все посмотрел про него по нескольку раз. Он еще такой дядька, что вроде не просто их делает доспехи, он еще участвует в этих всех тоже мероприятиях, которые в Канаде проходят. У них это немного на другом уровне, немного по-другому выглядит, чем в странах СНГ. И я все высмотрел там. Как оно у них там? То есть представьте, они приезжают на игру. Не так в лес, в палатке обычной. У них там домики настроены. У них целая огромная территория огороженная. Или не огороженная, не важно. У них там есть постройки, которые всегда там остаются. Там большая локация интересная. Ты туда приезжаешь и можешь жить не в палатке, а в домике. Приезжает много людей, прямо много. Это круто, когда приезжает на фестиваль много людей. То есть ты можешь познакомиться с кем-то. Плюс масштабность этого всего всегда повышает такую, как бы, частичку адреналиновости или значимости этого мероприятия. То есть если ты приезжаешь на игру, и там 100 людишек, а когда ты выходишь, и там битва, и там 500, и там 500 людей, то это уже туда как бы поехать надо. И я начал целенаправленно искать информацию. Вот я типа отвечаю сейчас на вопрос, как я это все учил, где я учился. То есть как такового прямого обучения, вот так делать доспехи не было. Даже в той мастерской, где я начинал, в основном все упиралось в то, что вот железяка, вот сюда вот бьешь, вот оно выпуклое становится, вот все делай. И никаких там тонкостей не было. Вот я сейчас могу много чего рассказать, как работать с материалом, чтобы он туда завернулся, там вывернулся, почему нужно так, почему нужно вот так, почему как он сворачивается, как строить выкройки, как делать там. Короче, много сейчас есть опыта. Тогда этого вообще не было ничего. Просто нужно понять, что нужно постоянно искать эту информацию. И я начал искать ее там у Эрика Дюбе, все высмотрел. Все фотографии, которые встречал, частично похожие, какие-то инструменты прикольные, сохранял на компьютер. Несколько раз пересматривал, даже не несколько, а много раз пересматривал их. Интересные доспехи все, сохранял на компьютер, у меня там такая подборка огромная. Сейчас легко это найти. Сейчас у меня интернет есть, у меня тут Wi-Fi есть. И не мобильный интернет 2G, а потом 3G, а нормальный скоростной оптоволоконный. И появилось больше и видео сейчас, и фотографии, и больше мастеров появилось, делают доспехи. Тогда этого не было. И все какие-то такие обрывки, чего-то, что где-то кто-то делал, фотографии какие-то. Это все было такой навес золота, что ты увидел там какой-то молоток, вот такой какой-то формы. То есть ты даже не видишь, как им работать. Ты уже думаешь, ага, им можно сделать вот так, а им можно сделать вот так. А он такой длинный, потому что тут деталь мешает, и вот так не может оттянуться. А он сделал длинный молоток, и теперь он дотягивается в это место, которое нужно за доспех залезть. И такой, ох, вот это, вот эта хитрость, вот это надо себе сделать. И тоже там, ищешь потом эти молотки, которые, хрен, кстати, купишь такого плана молотки. Я, кстати, вот лет, для меня, вот эти 10 лет, что я работаю, это была охота за молотками. То есть каждый поездка на базар, это был такой шопинг. И я всегда пробегаю все точки, где могли появиться молотки. Есть там точек 10, где они могут быть. И обычно раз в три поездки на базар, можно же было что-то найти. Я их находил. И обычно ты даже объясняешь людям, мне нужен чеканочный молоток. Он типа, хэ, какой, типа, вот советский молоток, супер молоток, блин, с СССР делали. Охрененная сталь, самая лучшая сталь, вот бери его. Но, ну, то есть люди вообще не понимают, что от них хотят. И это, кстати, очень странно. Вот в Америке я смотрю, молотки купить вот эти с круглыми бойками, это элементарное дело. Вот там, посмотрите, в Гарри Поттере вот с этим молотком, с кругленьким бойком, даже чувак забивает какую-то картину в каком-то фильме у них, в какой-то серии. То есть я эти вещи замечаю, что у меня дочка смотрит мультики Барашек Шон. И главный герой, когда работает с молотком. Работает с молотком, который мне всегда был нужен, я их всегда покупал и искал. С одной стороны плоская хрень, с другой стороны просто шарик. То есть у них это есть, а у нас, блин, советская вот эта лабуда, там где плоская хрень. А с другой стороны вот такой клин, нахрена этот клин кому вообще надо, блин? Не знаю, эти молотки только на перековку годятся, ну для меня, в моей сфере. А там это просто взял и купил. Нормально, блин, вообще. Какой-то такой, что ли, традиции у нас нет руками работать. Не, ну вроде бы есть, но нельзя сказать, что нет традиции руками работать. Ну какого-то хрена там есть эти молотки, блин, а у нас их нету. И мне вот повезло недавно, этой зимой, мне чувак просто такой пишет, хочешь молотки купить? Вот гора. Я такое сразу все и купил, там есть видео. Мне так повезло, хорошо. А так до этого это была жопа, откровенно говоря. Блин, за этими молотками просто бегаешь, как дурной. И что-то увидел, и блин, бежишь его и покупаешь. И там же они такие сидят, 300 гривен. Это царский молоток, охренеть. И, а, кстати, вот в последнее время начали такие молотки появляться от... От кого я там покупал? Топекс, еще какую-то фирму. Вот эти молоточки с круглым бойком или какие-то такие интересные. Они начали появляться просто в магазинах, и новые продаются. И во многих случаях, почему-то, блин, они в магазине, новые стоят дешевле, чем вот это на раскладке, вот эти бэушные обосранные ржавые молотки. Но вообще нужно учиться самому себе делать инструмент. Так, а, ну вот, да, я отвечаю на вопрос, как я этого всего учился. Короче, искал все фотки, а особенно, особенно есть хитрость. Вот другие же мастера фоткают, иногда свою работу. Но нужно высматривать, что он там у него на фоне. То есть он там фотографирует шлем, но вот там у него кусок чего-то торчит. Вот, и вот этот тоже смотришь, как там у него, блин, сделано. Это они там делают, что-то придумали такое технологичное. Какой-то, блин, приспособку там у них, ах ты. Вот это тоже было очень такое интересное. Охота на, как там у кого сделано. То есть это все смотришь, собираешь, там тратишь. Тратится на самом деле много времени. То есть изучаешь, ищешь, как охотник, где это взять, как это все делать. Ну, у того же Эрика Дюбе все видно, как он это делает. В общем, и потом пробуешь делать сам. То есть посмотрел, и начинаешь делать, у тебя не получается. Ты продолжаешь, делаешь, не получается, и дальше. А потом получается. Но есть важный момент, который хочется отметить. По сути, то, чем я занимаюсь, это объемная скульптура из металла. Ну, как по-другому. Это не ковка, как в традиционном понимании. То есть слиток металла взяли, нагрели, потом бам-бам-бам, бьем, он превращается в ножик, например. Работа с листовым металлом. Превращение его в определенные формы. И эти формы надо уметь видеть. Если их не видеть, а я, например, плоховато рисую и плохо их вижу, то будут проблемы. Я не считаю себя сверхмастером, сверхкрутым специалистом в плане изготовления предметов искусства. Назовем это так. То есть стремиться нужно к такому мастерству, когда надо вам сделать лицо человека или женщины, вам это делать легко. Вы видите эти формы. Надо сделать нос, делаешь нос. Надо сделать башку птички, делайте башку птички. Все. То есть нужно наметить себе правильную цель. Разобрать. То есть придумать себе идеальный, профессионал, который идеал какой-то придумать, к чему нужно стремиться. Потом этот идеал разобрать на запчасти. Там, например, поставить удар, руку поставить. Научиться видеть форму, научиться рисовать. Определенное понимание, как материаловедение, что ли. Как какой себе металл ведет. Разобраться, какими инструментами это делается. И делать. Осознать и понять, к чему нужно идти, чтобы делать то, что нужно делать. Ну, как профессионал. Это даже не важно, что вы делаете. Доспехи или вы программист. Ну, не знаю, не в программистах я не шарю. Ну, я так думаю, что это не только у меня такое, а во всех вообще сферах. Когда ты смотришь, как работает профессионал, тебе вообще непонятно. Блин, как он это делает? Как он это понимает? Почему он это делает? Почему он тут это взял вот так, а вот это вот так сделал? Почему он это вот пошел там сделал, а это и приспособил? Хрен поймешь его. Если это все сложное, разделить на много-много маленьких простых вещей, то это можно спокойно разобрать и изучить. Удар уже поставлен, но у тебя, ну, я говорю про себя, например. Работаю, все, кувалды бить научился. Могу выбить определенную форму, но шлемы кривые. Потом начинается понимание, что нужен глазомер. Ну, надо как-то само, мы же работаем в большей степени на глаз. Ты теперь отличаешь, что такое 3 миллиметра, что такое 5 миллиметров, что такое 13 миллиметров. И ты можешь прям довольно четко это увидеть и сделать то, что тебе надо. То есть это, в принципе, тренируется. Потом понимаешь, что если ты делаешь шлем, а тебе реконструкторы, в который раз говорят, что это не итальянский салет, а немецкий какой-то или что-то еще. Начинаешь изучать этот вопрос и понимаешь, ага, там вот так эти формы, там вот так. Пытаешься делать, а оно все равно не то. Значит, надо научиться рисовать, научиться эти формы видеть и еще лучше. В общем, придумали себе глобально, чего нужно достичь для того, чтобы быть профессионалом в своей сфере. Поставили удар, научились рисовать, научились чувствовать формы, научились видеть объемную зрительную память, чтобы была такая. Увидел, как на фотографии, например, шлем выглядит и взял его, сделал. Ну и, в принципе, параллельно изучить такую вот материальную базу, какими молоточками, какими инструментами, а как можно перехитрить, там есть свои моменты. Ну и практика, конечно же. И все, ничего сложного, в общем. Берете и делаете. Как бы, тут все обычно упирается, просто берешь и делаешь. Все.